Украинские силы в Германии подчинены Рейхсфюреру СС Гиммлеру. Это я слышал. Значит, речь идет о сохранении власти СС, которая, как вы считаете, имеет возможность удержать народ от анархии в рамках порядка. Так, что ли? А кто вносит подобное предложение? По-моему, этот вопрос еще нигде не дискутировался. Пастор испугался. Он понял, что проговорился. Этот дошлый итальянец сейчас уцепится и вытащит из него все, что ему известно о переговорах американцев с СС. Пастор знал, что врать он не умеет. Его всегда выдает лицо. А итальянец, один из сотрудников бюро Далеса, возвращаясь к себе, долго размышлял, прежде чем сесть за составление отчета о беседе. Либо он полный ноль продолжал думать, итальянец, не представляющий ничего в Германии, либо он тонкий разведчик. Он не умел торговаться, но он не сказал мне ничего. Пожалуй, даже он больше разбирается в том, чего хотим мы, нежели я в том, что могут они. Но его последние слова свидетельствуют о том, что им известно нечто о переговорах с Вольфом. Я здесь представляю святую церковь и его святейшество всего второй месяц, но смело могу сказать, уже вполне акклиматизировался. Так что, если нужна моя помощь, как вы устроились? Спасибо, пока мне ничего не нужно. Я очень рад, пастор, видеть вас здесь в безопасности. И рад, что вы не успокаиваетесь и ищете новые волнения во благоспокойстве паствы. Если я завтра утром получу новые сведения из Ватикана, я смогу вас навестить паству? Буду рад. Как вы сказали, отель Савоя? Савоя. Что вы собираетесь делать сегодня? Вечером я приглашен к настоятелю собора. Великолепный человек. Умный, смелый. Когда нацисты изгнали его из Гамбурга, он был на грани смерти. Так он переживал расставание с Родиной. Да. Эту горькую чашу пьет каждый. Желаю удачи. Желаю удачи. Джованни, я продиктую вам депешу. Зашифруйте, отправьте ее немедленно. Монсеньора Кадичели, Ватикан. Генерал Вольф преуспел в своей деятельности, встретившись здесь, в Берне, с господином Далесом. Те сведения, которые поступают к нам, позволяют сделать вывод. Переговоры Вольфа и Далеса протекают весьма успешно. Следует понять мою позицию. Если я повторно стану предостерегать господина Далеса от дальнейших контактов с генералом Вольфом, у наших американских друзей может создаться неверное представление о тех мотивах, которые нами движут. Люди государственной политики далеко не всегда понимают политику слуг Божьих. Положение казалось мне тяжким и безвыходным до тех пор, пока сюда Берн не прибыл пастор Шлак. Вы должны помнить этого благородного человека, который всегда ратовал за мир, посещая неоднократно Швейцарию, Ватикан, Великобританию до 1933 года, когда выезд из Германии не был сопряжен с теми полицейскими трудностями, которые начались с приходом к власти Гитлера. Пастор Шлак прибыл сюда, по его словам, для того, чтобы предотвратить возможность дальнейших переговоров между Вольфом и Далесом, поскольку он глубоко убежден в том, что Вольф отнюдь не занят поисками мира, но лишь зондирует почву для поддержания режима нацистов. Я просил бы вашей санкции на более откровенные беседы с пастором Шлагом. Вероятно, стоило бы подробнее информировать его о происходящих в Берне переговорах. До тех пор, пока я не смогу предложить пастору Шлагу реальных доказательств нашей искренности, трудно ожидать от него откровенной беседы, в которой бы он сообщил полные данные о тех его друзьях, которые направили его сюда из Германии. Шлаг никогда не был политиком, он всегда был честным пастором. Однако, обращая свой взор в будущее, я вижу серьезную выгоду от того, что именно пастор, служитель Бога, оказался тем чистым и высоким человеком, который искал мира, рискуя своей жизнью, но при этом не шел на компромисс с нацизмом. Этот высокий пример гражданской мужественности сына Божьего и его слуги поможет нам, когда измученный народ Германии так или иначе вернется в лоно Святой Церкви, и пастор Шлаг, либо светлый образ его, либо светлый образ его, поможет нашим пасторям в будущем нести свой свет туда, где было царство нацистской тьмы, и куда сейчас обращают свой взор, большевистские лидеры. Поэтому... Поэтому я и спрашивал разрешение на то, чтобы ознакомить пастора Шлага с теми материалами, которые Святой Церкви удалось получить при помощи монсеньора Штауте, бывшего епископа Гамбурга. Приехал оберштурбанфюрер Рольф. Продолжайте наблюдение. Ясно. Скажите, сколько времени? Мои остановились. 7 часов 25 минут. Устраивает? Оставьте нас вдвоем. Оставьте нас вдвоем. Вы позволите мне покормить мальчика? Я боюсь, что он не даст нам работать. Мальчик подождет. Это невозможно. Он должен есть по часам. Хорошо. Вы покормите его, как только ответите на мой вопрос. Мы заняты. Ребенка пора кормить. Уже время. Подождем. Голодный? Закройте дверь! Не мешайте работать, черт подери! Так вот, нам стало известно, что вы знаете резидента. Я уже объясняла? Я знаю ваше объяснение. Я читал их и слушал магнитофонные записи. Они менялся.